Хей, йоу, йоу, хоу, пиздюки, здорово, с вами Бульба Михалыч, и наконец-то настало время метро, метро, эксодус, 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 я хрен знает, как называется, так, в настройках я уже поковырялся, о, тут даже написано, сколько километров я намотал, прикольно, настройки у нас такие, значит, экстрим настройки, на Директ Экси 12, высокое размытие, не знаю, что, там еще ниже, детальный физикс, я включил Хэрворкс, и теселяция отключена, потому что это удел для страдальцев с 20, нихуя себе, здесь рейнджер хардкор, но это, вот я средний игрок, вступать в бой, приходится с осторожностью, так как противники не прощают ошибок за запасом фильтров, и конечно, приходится пристально следить, нас приходится пристально следить, значит, следим пристально, внимательно будем смотреть на наши запасы, будем их пополнять вовремя И пока что фпс пусть повисит Я еще помню жизнь до войны Помню, что когда-то мы были другими Мы жили там, наверху Мы были нехажевыми всей земли Мы возводили огромные города и стекла и стали Мы бороздили океаны Мы подчинили себе небеса Нас было 7 миллиардов Мы не были предназначены для жизни в пещерах Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом И я это помню Начало терминатора напоминает Нажмите, что подпустите, что больной, что ли, заставку подпускать Ну, конечно, себе еще Я просто ее не смотрел Я очень ждал сегодняшнего дня Будем путешествовать за Артемку Я смотрел, что... 7 миллиардов сгинули в последней войне От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей Поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет И наши внуки, или внуки наших внуков, смогут вернуться туда По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят В общем, надеяться нам сразу было не на что Но мы, люди, просто не умеем сдаваться И не сдались А собрались силами И попытались превратить метро в настоящий дом Дом для нас всех Ведь эти туннели Вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле Какое-то время нам казалось, что все получится Но Но К сожалению Война не убила наших старых привычек По этой землей не сахар Про тьме туннелей Наши пороки разрастались как плесень И когда с поверхности пришла беда Лишь немногие встали на ее пути И с каждым днём их становилось всё меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землёй. Пусть меня считают идиотом. Но если остался ещё хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Медленно разговаривает. Между годами серого существования и мигом надежды, я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал. Из космоса. Из Германии со спутника. Красавчик. Молодец. Верит. Как говорится... Что-то там про шампанское. Смельчак не бухает, короче. Вот так вот. Это нам показывает красивую Москву. Москву глазами американцев и европейцев, кстати, тоже. Так. Мне ещё надо просто в настройках поковыряться. Поэтому пока пусть повисит эта вот штучка сверху с цифрками зелёненькими. Зелёненькие цифрки меня ведут. Ведут красивые качественные картинки. Вот так вот я тебе тоже скажу. А танки-то нахера выехали, если там ядерный взрыв произошёл. Ох ты ж ёпт. Я думал, что я начну с подземелья. Так, лезем, лезем в канализацию. Я пока ничем не управляю, вот могу башкой свит только крутить. Прикольно, он дышит, что внизу экрана появляется тенденсатор, этот вот воздух, пар. Бен, немножко шлем, но вы должны идти срочно. Вот такой-то вот с дырками. Опа! Всё. Ой, как мышка медленно... Так, я так не играю, сейчас мы это изменим. Очень-очень медленно чувствительность. Я не знаю, как проверить. Давай ещё только набор. Накинем чуть-чуть. 0, 0, ну это километр, я так понял. Фонарик на F. Написано A. Прикольно. Так, вроде... Кто-то там пизда, надо что-то. Кнопки зажимать. А фонарик, надеюсь, он бесконечный? Так, мудаки бегают. Нажмите D. Блядь, D в самых ебельных клавиатуре. Убрать. Убрать D. Они куда-то туда свалили. С концами, походу. Много трупиков. Зелёные грибочки. Грибочки можно собирать? Нет, нельзя. Вот, собственно, старое доброе метро, когда ты влазишь по метро. Он же так каждый раз не будет делать. Да, это первая сцена зарядки. Такая пафосная. Потом он будет, наверное, быстро это делать. Такой хуяк-хуякс. И все. Я знаю, даже не успел прочитать, что прибел. Какое-то управление, знаете, какое-то ватное. И все, ну, не знаю, как-то... Так, поживем нахуй. Мудаков. Кто тут? Блядь! Сверху ходят педриво. Сверху у меня патронов. Ага. 11 патронов и каких-то 6. А. Вот, в общем, дело. Ладно, движемся, движемся, движемся. Пока что радуемся графоне. Заброшенная станция. Заброшенная. Да, мы уже спустились. Блядь, кто это все копал? Смотри, кто-то. Блядь, что-то много этих пауков. Избавьте меня от этой херни, блядь, пожалуйста. Я как Рон Уизли, я боюсь пауков. Давайте одного паука съебнем. Нихуя есть. Блядь, я же перезаряжался. Надо тыкать кнопку, тыкать кнопку. Я, в общем-то, не испугался, потому что, наверное, паука ебашил. Блядь, не понимаешь. Лутов с них вроде никогда никого не было. Типа обычные крипы. Один выстрел. Я хочу эту пушку себе домой. Так, слышу, колокол бьет. Так, я их всех грохнул. А, это суперпатроны. Как-то их еще можно менять, походу. Это патроны дробовика, поэтому они и вылетают вот так вот. Так, а тут у нас что? Тут можно тоже так, типа, пройти. Я думал, лут пособирать. Мне кажется, что мы вообще сейчас не за Артема играем. Потому что, мне кажется, вот я Battlefield просто недавно поиграл, и там все умирали. Так, это мы что, сейчас встанем, будем отстреливаться? Нет, Киш, мы ж тупые. Мы ж так пойдем. Слушай, у меня патроны уже заканчиваются, братва. Что-то вурчат, вурчат скотины. Ну, вот их дохера уже. Давай, это кто-нибудь, вырезать, кто им перед их лицом. Сломаем им голову. Нормальный ножик оставил. Не стал его в глаза оставлять. Так, я уже. Я и все кнопки уже. Ну, это бесполезно. Это красная. Алеша, да. Кто так говорит Алеша? Держись, блядь, пацаны, нападите себе. Держись со всех сил. А, нет, я все-таки Артем. Артем, братишка, что с тобой? Почему-то этого мы не услышали. Что со мной? Все, меня тут короля и оттащил. Здравствуйте, я ваш король. Так, мне надо кое-что проверить. Я затупил. Я, на самом деле, настроечки-то АБ, 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 АБС-ки-то не настраивал. Игру может погромче чуть-чуть сделать или... Не, оставлю пока как есть. Все, тогда возвращаюсь. Возвращаюсь к путешествию. Водки, что ли? Водяга сейчас будет мне заставлять пить. Алло, я пиво пью, я не хочу водягу. Как ее там? Аня зовут, кажется. Моя телка вроде. Пиздит. Пиздит. Я вентюрист. Сан Саныч, блять, пельмешки без спешки. Попробуйся никак. Уперся, как баран, сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя дурака любит. Папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял. Хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Я так всегда говорил. А, ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. Он без ног, блять. А ты мне пообещаешь, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро будет. Ему врача... Ему нужны ноги, блять, новые. О, господи. Я думал, что он так противно ходит? Артем, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым. А вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Да у меня раз уже. Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Все, крутим головой. Дай мне шприц... Нет, я себе в глаз воткну. Так, извиняюсь. Я случайно нажал shift-up. Что опять 0 километров? Меня же там несли полчаса. Только вот на поверхность слишком часто ходят. Рискуют. Че вы вылупились, блять? Да, Артем. Вам бы поберечься, не рисковать зря. Даже если где-то еще есть выжившие, нам они не помогут. Стоит ли вообще пытаться налаживать с ними связь? Тем более, что вскоре после войны сигналы принимали часто. А вот сейчас это вас ни на какие мысли не наводит. Хотя поступайте, как знаете. Это ваша жизнь. Потому что они, может быть, нашли уже друг друга. Мы в тупике, и выход из него искать нужно. Но мне кажется, лучше заниматься этим не в одиночку. Тем более, что ребята из Ордена в очередной раз пришли вам на выручку. Думаю, командир готов принять вас обратно. Так стоит ли терять время на нашей станции? Решать, конечно, вам. Но если бы спартанцы позвали меня, я бы не задумывался. В любом случае, удачи. Отключу пока... Как я присел? Так. Не хотел Z. Ёптва, а вы-то что делаете? Дядя Артём, а я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдёте, где это? Тебе пиздачу. Чё будете делать? Артём, сколько можно? В одну самого крыша поехала. Так хоть и ему голову не морочь, не смей. Ему покой нужен, а он после твоих рассказов заснуть не может. Да, пока везёт. Да ему... Ну почему ты такой жестокий? Как ты можешь, а? Ну, у него текстур мало на лице, я не виноват. Что эти всё пиздят и пиздят. Запасы кончаются, да и нас всё меньше. Понятно на всякой херне. Всё крупные, опасные, хитрые, но вот в раме и репоны нас сомнут. Делаться понятно всё равно не нужно. Я ушла из вас, и сама решаю, что мне делать. Артём! О, какие люди! Артём! Здоров, как бык! Но ты, брат, конечно, дал! Княхт, побить! Тёмыч, как ты, дорогой! О, здорово! Пардон, пардон, сейчас устрою! Здорово! Артёмыч, ещё пяток шрамов, и ты будешь не отразить в каждого раза! О, музыка из брата 2. Как-то в козле, но лёхночки! Ну, ты господи! Да, слушайте 2, оставьте парня в покое! Хех, с возвращением, Артём! Да, ты пидорист, я языку не пошёл. Даю вам 2 часа на всё про всё. Ура! 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 У меня как раз с собой было! Ну вот, начинается. Только, пожалуйста, не как в первый раз. Держись, Артём! Окей, не как в первый раз, окей. Плэйс! Ха-ха-ха! Типа какой-то пиндос тут живёт неделю спустя. Неделю спустя. То есть я там потрахался, побухал с друзьями. Принял в себя новую кровушку. Ну что? Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зимитер щёлкает. Гаргуля. Да ещё и эти вон, красавцы. Летают там, каркают. Родной, пойдём домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Ой, бля, что такая негативная баба? Плэйс, все они такие. Да, я не спорю, но всё-таки верну я пока что. Соткнись. Я уважаю подыхать. Вот она и тут даже меня травит. Так, тут у меня где-то 50, 40, 39, 38 фпс. Сейчас, ребят, настройщики потрогаю пока. Потрогаю их. Ага, я должен перезагрузиться. Ну ладно. Так, нажмите E для замены фильтра. А, русскую E. Т, значит, фильтр. А где посмотреть? Так, сейчас опять выключу эти Сочетание клада. Блин, я всё забываю, как хрипка гупи. Гупи. Глупая гупи. О, отец меня убил, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой Ганзой зоне? Ганзой? Все руины уже обладил. Погоди, ещё нет. Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная побоя в стране. Если тут всё в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится. Ммм, пивко. О, там кого-то херачит. Так, ну это так, чисто смотреть всякую красоту. Ммм, ты шуганул, а ты вдруг глядишь сейчас новых притораканья в окно. Может, всё же вернёшься в Орден. Я ненавижу кунцову. Я ненавижу кунцову. Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Опять как отец говорит. Квартира со своей кухней и душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Да ещё попрыгать на него не могу. Смотри, бля, я этот, экстремал. Чёрт, слышал? Конечно. Что? Я слышал... Как ты услышала? Смотри, ну ноль, 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 ноль. Сколько не ходи? Чё ты там ползёшь? Хочешь в таль... Ооо. Слышал. Да, это я там был в толчке. Не подслушивай. Блядь. Блядь, они повсюду. Я в толчок. Бабы, сражайся. У меня патронов мало. Вон ещё того, ёбни, пожалуйста. Да не меня. Он идёт в толчок. Красотка. Я всех убил. Сукуняк, кстати, патронов. И не говори вообще. Так ты сама по ним палила. Алё. Тут ничего нету, поэтому смысл мне там бегать, какие-то углы забегать. Так, слушай. Я уже понял, что на тебя вперёд пускать, подруга. Да, вон они бегут. Только этого нам и не хватало. Ничего страшного. Волков боятся на улицу не ходить. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга, не меньше нас. Что ж ты? Запутываемся. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров. Ёп. Лученики, твари те же, что и везде. Вот и стая. Ну что, устроил он фермопилы, спартанец? Или подождём, пока пробегут. Какие в жопу фермопилы? Что ждём? Всё, похоже. Можно идти. У них глаз на жопе нету, свои боги. Хорошо, что не заметили. Здоровая была стая. Там вон ещё один бегает. Мне нравится оружие. Потому что зону запретные объявили. Ну, раз тут стаи такие здоровые. Вы можете перейти в фоторежим, воспринимавшись в меню. Удерживай. Или удерживай F8. Фоторежим. Чего же сразу не сказали. Типа, это понятно. Фокус на состоянии. Да нахер нам надо? Тёлка, что ли? Селфи делать. А, вон мне написано. Это таймер-то значит. Давай через мост, чтобы железо. Не обходить. А то тут и так до метро далеко. Чёрт высоко. Слушай, Артём, закинь меня наверх. Так, нажмите P. Эй, я... Нет, хотел сделать. Чёрт. Сейчас мне сосулька в рот залетит. Давай, ты. Светофор качается над нами. Страшно. Держу. Ёпт. Ага, прикольно. Чё, ты чё, 30 секунд? Нахера мне целая минута есть. Ты не слышна. Переходим на рации. Давно пора, подруга. Что за чёрт? Артём, ты тоже видишь? Чей, откуда? Я же не сплю, правда? Паровоз. С ума сойти, паровоз. Откуда же? Ну вот, видишь, я же говорил. Я, блин, знал, что нибудь. Вот зараза уходит. Артём, что делать будем? Догонять, конечно. Смотри, наши из ордена. Наверное, тоже за поездом гонятся. Артём, давай идём. А, вот они. Здоров. Здорово, пацаны. Да вот я считаю, моя мечта уходит на паровоз. Паровоз. Нет, Артём. Кто-то нас наебал. Так, кто? Кто же это мог быть? Разобрались бы сначала, уроды. Артём, слава богу, это не орден, ганзовцы, козлы. Ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задашь. А что у вас тут в Москве-то в вашей происходит? В смысле, у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местную, и мы деревню, наши километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня, как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуха, ни духа. А тут нас с этого схватили. Там что, есть жизнь? А чего и не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живём помаленьку. Артём, ты был прав. Бабушка. Там правда люди живут. Пусть не пухленькие немножко. Как все бабушки. Мы не знали. Думали мы одни спаслись. Господи, мы теперь всему метро расскажем. Бабка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас, чёрти, куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните. А они сейчас расстреливать будут? А что, противогазы не подожди? Давай их хрохнем. Шею сломай. Да. Классик. Вырубил пи***ь. Да ладно. Дурак. А мог бы жить-то жить. Поехали. А, саннушкой за что? Я сказал бы неожиданный поворот такой, прям... Охрененный. Охрененный неожиданный. Ага. Потивогаз нужен. Так, меня чёшь продырявили, меня пополнили. Так, вон там птичка сидит. Так, юноша с бабкой захуярен, и батя их не найдёт теперь. Ладно, движемся. Тут сто процентов ни фуя нет. Я буду внизу на пролозить. А, п***. Ну чё ж не надо писать? Пригнись, пролзи. Так, это что, записка? Книжка какая-то? Я, кстати, тоже заметил, да? Аптечки. Чё ты на цены же. А, это добрые птицы, птицы любви. А это маленький тигер были. Так, главное, отдел новый противогаз, он тоже такой же абсолютно прещины. Паровоз ебучий. Паровоз от кругами херачит, походу. Трубы ржавые. А чё так темно становится? Чё за херь? Чё-то странное было со светом. Всё, 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 вполне такое приличное начало. И всё понятно, по сути. Блин, взял бы хоть гаечный ключ, можно было. Избивать бы. Так, чё это он тут тащил? Фонарик. Фонарик нам не нужен с тобой, Артёмка. Ну, ладно. Это я. А, ну я не мой. О чём же не разговаривает? Нахуй. Внимание! Включение поворотного круга. Так какие-то мудаки, я так понял. Просто они всех убивают, и поэтому туда не полезли. Блин, прям Resident Evil 2, отлично. Закроет. Помните, такая же херня была? Поворот не крут. О, Ермак. Ермак красавчик. Не только в мотокомуте, видите, он ещё и за людей. Он так смешно перевалился. Давай, Ермак, нормально вылезай. Как же так? Что же поделать? Человек? Где-то ещё и слепой. Как вы... Что-то он какой-то мыльный. Господи. Так это она про вас кричала. Анютка, что ли? Живой. Вы за ней? Так. Сразу видно старый алкаж. Хоть какой-то толк с меня. Дай мне чё-нибудь пушку какую-нибудь дед. Девушку обвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Идёмте. Только не спешите. Заметят и конец нам обоим. Да, да. Дед, как скажешь. Или весь твой. Вам на свет лучше не показываться. Давай, иди-ка, вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Как ты бутылку у них попросишь? Генераторный, видать, не дочинили, товарищ сержант. Не вставайте, так будет тише. Да не встаю. Видите лестницу? Вижу, не такой. Ой-ка, подберитесь к ней. Держите стены. Ермак, ты что ли? Чё ты там бормочешь? Иди сюда, помоги. Бля, чё он бормочет мне? Помогает, бля, старый дед, пизда ты. Хороший мужик. Давай, у тебя, дороги, точно не жопы. Угу. Выбрань в зоне врага. Стойте. Придется вам его вырубить. О, это где-то. Только не жмите. Что, я бы пришлось на часовой подпишись к нему поближе? Отлично. Тут очень много всего читать приходится или слушать. Поэтому молчу. Эй, Герма. Стойте. Как? Как вот так? Так, идемте. Угу. Погодите, погодите. Стойте. Стою, блядь. Точнее, сижу. Вот ведь прямо сюда смотрит. А нам в ту дверь нужно. Попробуйте отвлечь его. Вон, мусор всякий. Киньте рядом, может, сработает. Отлично, теперь кидайте. Нажмите С. Надеюсь, шум его отвлечет. А что, я кинул что-то? Я что-то не понял. Как кидать-то, ебте? Отлично. Пиздец. Какой-то, блин, ну ладно. Это вошло. Идемте, скорее. Пиздец, я не могу прийти. Он так смешно бегает. Такой, ой-ой-ой-ой. Проходите быстрее. Удачи вам. Эта система вентилирует весь командный центр. Он вообще небольшой. Попробуйте догадать вам. Я, конечно, постараюсь помочь. Бля, они все вместе пиздят и ничего не показывают. Думаю, что он не знает. Думаю, что твой папашка не в курсе. Да он наших бойцов обучает. Кто лучше его сможет? Ах, он козел. Что это за место? Что это за вытки? За что бы его убили? Артема моего? За что? Никто не собирался его убивать. Выбороли бы вас и мельнику с рук танки. Ну, какого лешего дурак этот полез не в свое дело, а? Так что лучше сиди молча, пока я и тебя не пристрелил. Ну, все, послушали. На-нафиг. Ты еще кто-то такой? Давай его... Глуханем. Тревога! О, это Хитман. Тревога! Тема, Артем! Господи! Живой! Да, нормально. Ты ранен? Нет. Не особо-то. Выдержал полю. А, вот что делать. На тебе, сука! Ну ты дебил. Не дергайся. Надо бы посильнее вырвать. Пиздец. Пиздец. Ты слышишь, Артем? Ага. Ты понимаешь, что ты был прав. Начинают включаться остальным. Европа, Россиюшка. Там не только Россия. Там весь мир, Артем! О, уже... О, остальные. Почему вы прячете Москву от мира? И мир от Москвы? Да потому что война все еще идет. А вы как дети, Мары! Широпа! Широпа! Ну, сразу выклёпкнуть. Да, это мой дед. Личный. О, пятушечка сглубка. Что это за облач был? Охрана. Быстрее, сюда. Вам надо пробраться через двор. Вон в те двери, откуда охрана выбегает. Идемте. Кто мы? Огонь в колобе. Гермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите. Главное, приберитесь в Ангар. А там Бог даст лоид из у вас. А меня не знает. Внимание не дайте. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... Позже расскажу. Надеюсь. Берегите себя. Тёма, здесь враги. Подсади меня. Да, я уже не... Умею подсаживать. Тёма, не забывай про датчик видимости. Если не суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно. И индикатор не горит. И фонарик не включай зря. Могут заметить. Это я уже забыл его включать. Блин, привык, что на С садится, а не на контрол. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Я попробую пробраться вот сюда. Вот, тут что-то есть. Так, ну запомнить, что... Вот эти ящички можно открывать и что-то тырить из них. Я на свет вышел. Чёрт, чёрт. Чёрт. Вы уйдёте оттуда или вас надо выносить, я не понимаю. Сколько у меня, 17 патронов. Никого нет. Ну, лучше, чем если быть гад какой-то. Так, Е. Игорь, просто глухануть. Так, я у него сейчас спёт. Так, блядь. Это что такое? Ножи какой-то. Э, метательный нож. Здесь, чтобы его выгнать. Держиваю С. Ага. Лучше возьмём банки пока что. Там кто-то сидит сверху. Мы его и глуханём. Ни хуя. Так, а что это значит-то? Заменить оружие, что ли? Так, нет. Это мне больше нравится. Так, у меня уже куча под... Блядь, что это было? Что-то тут лежало. Клёвое. А. Блядь, я и даже не заметил. Так, мы путешествуем в ночи. Путешествуем в ночи и как Бэтмен идём поверху. Так, а тут мне прыгать, наверное, надо. Внимание! В командном центре произошла диверсия. Нападающие предположительно всё ещё на территории базы. Молодец. Рядом с ангаром. Всё ответит. По всем неизвестным... Тёма, меняю базу. ...без предупреждения. Рабочему персоналу передвижение по базе до особого... О, у меня же есть. Пистолет с глушителем. Пистолет подавление возобновляет работу. У нас в потере! Снимай противогаз! Так, дверь сама закрылась. Отлично. Да, действительно. Мы внутри. Потрём противогаз по приколу. Всё, Артём, снимай противогаз! А как его снять? Как его снять? Я в душе. Новая заметка. Внимание всех сотрудников особой службы охраны системы ЧИИ. В текущем квартале участились случаи попытки прорыва кольца обороны шпионами и завербованными агентами. Из них характерник демографический групп женщин и старики подростки. Это доказывает высочайшую эффективность действий особой службы охраны, не оставляющая противнику шансов на успешное вскрытие наших рубежей обороны и ведение подрывной деятельности обычными средствами. Именно поэтому все зародники ОСО должны относиться к своим обязанностям с особой ответственностью и без колебаний примет особые меры к задержанию всех категорий. Помните, враг тёр и коварен. Он в отчаянии бросает в бой последний резерв. Однако враг всё ещё силён, а крыса, загнанная в угол, наиболее опасна. Совет обороны. Окей. Как мне снять противогаз, блядь? В золотые ножи. Ага, ввода парамет. Как-то ж можно снять противогаз? Управление, клавиатура, передвижение. Давайте присесть всё-таки сделаем на С. Но мне сначала надо было знать, что на С, сделать на Ctrl. Шаг, режим бега, маус 3, включение бега. Блядь, а что же сразу не сказали? Так. Тут всё, оружие. Вот, дополнительное оружие. Это С у нас. Вообще, конечно, удобно было бы. Сделаем на Ctrl. Так. О, спрятать оружие можно. Удерживаем. Бля, почему мы в язык нормальный не поставили-то? Чё, по-твою мать. У меня У, Р, Р, Т, Аж, блин. Я не могу так запоминать, понимаете? Что за херня? Где в это присесть? С. Всё нормально. Инвентарь. Противогаз. Пре. Ну, это протереть противогаз. Так. Зажигалка, планшет. Планшет, мягкий знак. Это у нас М. Значит, ага. ПНВ. Я хрен знает, что это такое. Бинокль и часы. Господи. Как всё это запомнить? Быстрое сохранение, быстрая загрузка. Отлично. Сейчас сохранимся. F5 нажимаем. Тёма, они Ермака сладились. Что-то поближе подобраться. Если подберёшься поближе, я их отвлеку, а ты где-то вытащишь. Так. Ай. Тожди ты, блядь, папа. А как мне пустить... Так точно, смеха на них присматривайся. Но вообще-то, товарищ капитан, луки и текущие. Чего тебе нужно поработать? ЧП? А, ну, конечно. Это что там за стиль? А? Что там за стиль? Что там за стиль? Что там за стиль? Так, точно видел. Так, всё отлично. Это что у нас тут? А что она мне сказала вообще? Слушайте, надо было вернуть на стойке, как были, считай, и тебе неудобно. Что вы пиздите? Откуда эти хуи? Стоп, я же тут... А-а-а-а-а-а. Ёпта-а-а. Артём, попробуй через яму. Только осторожно. Ага, вот и яма. А я тебе говорю, там за воротами шумело что-то. Нет, там никого и быть не может. Эти же ворота наружу. Я в яму-то залезу. А если ты лезанты? Но тогда их стражи уже схарчить должны. И нам всем спокойнее. Ладно, хрен, не буду воевать. Подозрительно, всё равно. Ох, и набросаешь. Господи, вылезло какое чудовище. Да что за залупа, блядь. Я не должен был попасться. Тебя наметили, прикрываю. Господи. Ну и что я бы долбоябов тут носитесь. И что я тут должен делать? Фуередко, блядь. Да, да, вы подыхаете, ребята, по чуть-чуть. Я тут вообще чувствую себя в яме, как убийца смертокров. Что ж вы так светитесь, полудорки бестолковые? Так, надо аптечку захавать. А, у меня нет аптечек, ёпт. Как там там вздох, смешно. Аптечки нет, братан? И утянет аптечки. Ну что ж вы делаете? Да, всё чисто, наверное, их... Так, всё чисто. Артём, бежим к Кирмаку. Я вообще не знаю, как сюда выбраться, баба. У меня всё плохо. У меня тут всё. А, вот он. Молодцы вы, добрались, всё же. С вами всё в порядке. Да, дочка, спасибо. Да он нажрался просто, господи. Времени мало. Скоро охрана вернётся. Я на парабосс. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Всё, молодежи. Включите поворотный механизм. Ну и по сторонам посмотрите. Так, как скажете, док. Ты будешь свой вафель инсибирить? Да где охрана ещё? А, вот он где. Всё, а ты можешь без меня подбиваться? Идём, патрончики поэкономлю. О, нехренеть, как умеешь делать. Противник на складе! Хэдшот. Сейчас тебе тоже будет затянуть хэдшот. Хэдшот. А то она вас долго убивает. Ну, молодец, завалил. Какой круг? А ты что, не умеешь, у тебя круги включать? Есть. Да стой, какой-то гад. Глаза, какая толстая. Бежит, и всё сносит по пути. Нормально, а мне где спрятаться? Слушай, у меня уже тут это... Аптечка стала болеть. А, вон, сверху бегут козлины. Паравод погоняй! Выключайте генераторы! Генераторы выключайте! Я же видел его, мазу. Чёптывай! Чёптывай! Да я берегусь! Чёптывай! Ёптывай! Какой красивый огонь! Нет. Ёпт! А чё, я ползу? Ёмаё! Мне очень больно подругой. Ещё охрана, отбиваемся! Да где я уж покалеченный? Куда они стреляют? Анька, давай там все грохни по-выскому. Там что-то... А, это такая ляпка. Да и что тебе помочь. Всё, давай вместе! А, тяжёлая шляпа. Ещё немного! Это мы паровоз двигаем? Есть! Паровоз поехал! Да, чё-то долго стояли. И это не я им управляю. Это он чё-то тут. Есть! Карт, камер, скорей сюда! Они ворота внесут! Надо бы противогаза надеть. Может, изоляцию поприднили? Да, дед. Мы поганый противогаз. Нужно новый? Хочу новый противогаз. Я от меня раздражаю. Мы вырвались! Ее, вот, пятюненьку дала. Не надо поцеловаться по-какому газу. Было бы мило. Что это? Что это? А это всего лишь световая граната. Ну, опять нас схватили. Ну, шо ж мы такие нелепые. Так, этих врасход. Машиниста? Я не понял, что значит врасход. Не лезь, не своё дело. Это ты, не лезь. Сейчас полковник тебе всё разъяснит. Товарищ полковник, тут такое... Папа! Ребята, это мы! Помогите! А, нет, это утёпа! Ребята, вы чё тут делаете? Вот так добрый вечер. Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться. Невероятно! Невероятно! Чёрт! Так это правда? Ты на них работаешь? Они вообще расстреляли! Как вы тут оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клинь. Ганза, этого так не осталось. Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу. Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ полковник, это глушок. Люди из других городов. Идут их всех, всех, женщин, детей. Пошёл, объясню. Всё потом. Отец, что там по железной дороге впереди? Да стой, первым километром, дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдётся? Найдётся. Только торопиться нужно. Они крестим вызывали. Значит так, мужики. Артём, Санька и моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя. А то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока всё не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке... Не мерю, Артём, значит. ...отношения не имеют. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно. Артём, Аня. Это уже нашли. Слышь, их не бросает. Если мы не хотим, то кто? Хочет зиги кидать, ребята. Ладно, братцы. Тогда этих забор, ты полных силенов. Артём, пошли выйдем. На свежий воздух. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. Двадцать лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле, Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! И не говори, ухуевшие падлы. А что за крейсер нас выставили? Мне большая-то напрягла. И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Всему! Ну, это, походу, крейсер. Давай захватим крейсер. Нихрена себе. Немедленно остановите локомотив и выходите с поднятыми руками. Я хочу в крейсер. В противном случае будет открыт огонь на поражение. Ох, сука, сколько же на нем брони навешано. А пулеметов? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Это ты все, право, умеешь! Это было последнее предупреждение. Немедленно остановите локомотив. О, черт! Ты как? Порядок с зарабином? Все, вам так. Отрапливаемся. На тормоза тут не к черту. Ермак, начинай исправлять хлад. Пусть довольт, мы послушаемся. Это ты правильно решил тормозить. Сразу видно, разумный человек. Гранатами мы только краску поцарапаем. А если изнутри? Гребчатки маловато. Разве что всю топку им засунуть? Товарищ полковник, разрешите мне. Добровольцам здесь насмощаю я. Пойдет Артем. Почему Артем? Он эту фасу заварил, ему не расклёбывать. А это что, снова? Как притормозить? Прыгай. Стою, пока отвлеку. Ты что ли, Яков, Борис? Я, я. Некуда там ехать, Бельник. Ты не бывал дальше, а мы бывали. Так а мы просто отъехать решили. От эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь. Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам. Сам понимаешь. Это дезертирство. Предательство. Кто у меня подзонов? Меня в предателей? А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. К хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай, что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас? Мы вам столько лет служили верой, правдой. Кроме лили. Врагу продался? Да не нас досла, а ты. Я всю свою жизнь служил и служить буду. Всегда. Я сдохну, если надо. За Родину, за людей. Ты понял? Но не ради тебя, Снида. Эти кнопки С, блядь, все по-площи постоянно. Так, как-то я хотел бы смотреть, когда мне идти. Надо этих козлов заглушить, наверное. Что-то они там сидят? Я с вами, я сюда. Я так понимаю, тут несколько... Несколько разных концовок. И зависит от того, будешь ли ты убивать. Ваше время и стекло, полковник Вельник. Мы избавляем ход. Тормоза нет, чертов. Не волнуйтесь, мои люди помогут вам разобраться. Стоять, горы. На счет 3! Котовьте, тормозите. Давай, дыречку. Да я тут всех хожу, глушу, блядь. Тормоти, 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 ты, суки, ах ты, я как крыса. Откуда вы знаете? Да не стреляй, иди отсюда, я уж. Я лечу, там же лестница удобная. Держись! Князь, здорово, для горшок, теперь мы вместе король и шутка. Музон такой. А этот поезд на нас не упадет? Сэм, ой, ес. Получится исход. Я сделал исход. Хоть обниматься уже. Я не люблю обниматься. Но я сделал исход. Понимаешь? Ладно, можешь меня еще раз согнуть. Можешь мне в спальню поместить? Поздравляю. Теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаются. А ты как думал, мельничный? Чем больше врешь, тем больше потом попадаешь в шопу. Сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Значит, Артем делает заметки, разговаривает с них. Прикольно. Все-таки есть что-то интересное. Что это за цифры? 108, блять. Меня бесит, блять. И то появляется 0-0, то 108. Что приуныли? Мы сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть, как это не окончено? Не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план ЩИТ. Сеть станций радиоподавления, покрывающие территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. Красавчик. А раньше сказать было нельзя, когда Артем с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но… Артем, чем молча глазами сверкать? Проверь лучше эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку. Расстреляли охрану. Уничтожили патрульный бронепоезд. И удрали из Москвы. Тут и трибунал не нужен. Дороги домой нам нет. Раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Командование обороны Москвы. Слышал про неверие. Блядь, хочется и то, и то слушать. Слышал, но это же просто сказки. Не сказки. Это они и есть. Уверен, что они Москву защищают. А не свои задницы. И что за… Ковчег. Ковчег. Ну-ка, ну-ка, это что? Квадрат 18-7-9. Квадрат 18-7-9. Квадрат 18-7-9. Всем слушайте. Может он запишет? Объявляется общий сбор. Точка сбора. Не дал им попиздеть и сам не послышал. Ужасно. Все чувствую после этого. Ужасно. Ну-ка. Квадрат 18-5. Так, где там номер это? Мы сможем преодолеть все исходы. Так, вот здесь, значит… Ага, гора Ямонтал. Ясно. Маршрут вырисовывается примерно такой. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект Ковчег – это целый подземный город. Огромные запасы техника. Лучшие специалисты. Это ставка Верховного Главнокомандующего. Там все руководство страны. И они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива. Что все было не напрасно. И все изменится. Все, вы понимаете это. Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщиной там, кстати, как ситуация? Орлы. Ха-ха. Ну раз такой случай. Ха-ха. Дамир доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечного фляги булькает? Ха-ха. Что думал, не знаю? Ха-ха. Это… Это я мигом. Это я не поверил сначала. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Ха-ха. Название этой развалине дадим. Ха-ха-ха. А что? Давно пора. Ха-ха-ха. 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 Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но крейсер чего? А-а-а. Потом расскажу. Значит весело. Ха-ха. Тогда за Врору. За Врору. Получится что на Врору. Да я даже не перехотел. Я сегодня знаю, что такое крейсер Аврора. Артём, давай на карту-то посмотрим. Да он сейчас стоит в Питере. Это памятник. Читайте историю. Будет когда утром встают. Сколько же нам туда ехать? А чё все без масок-то? Как ты, Юша? Вы можете отправиться дальше или продолжите следовать поезд. А получил от гипритого мужика Капурю, но мимо. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ты точно парень. Ты точно парень.